полируемся поскольку там не получилось со старта санек ко мне присоединяется в помощь бы я сам не справляюсь сейчас где пенечки остатки старые 1500 очкой выбирай на же этот скотч на же не нужен 1500 к подтирается вот так вот она будет выглядеть и и в принципе эту штуковину мехом мерковским уже можно смело выбивать я по бортам по крыше здесь где проходил то есть все ничем больше не перебивалась вытирается изумительно саш дай пожалуйста мне вот эту штучку это свои свои заботы и работы которые вчера копов я оставил парочку специально не убирал вот она видна тут получается 800 где-то до желтых 800 и 1200 1500 прошу прощения чисто дотереть изумительно работает слушай раз и тащусь все все матовое все одинаковое также крупненькой восемь соточкой и где-то я тут сейчас покажу капал лаком такие которые вообще самые-самые глубокие оставлял до закапано лаком лак закапан выше чем надо нет больше я все стремительно везде по перетирал восемь соткой кладем брусок очень жесткий он не прогинается гораздо удобнее чем бочонок 3м-овский мерковский еще чей-то не помню существует все все вытерлось ровно никаких ступенек и сисек не будет торчать сейчас надо только лепестки эти протирать на них налипает периодически и спокойно рисочку перефигачиваем все они уже умираться давай еще один потому что не могу перебиться лепесточки классно вот он в одно мгновение просто раз и и помер они на клеющейся основе стоит листочек с по-моему 8 такими штуками чуть больше чем евро офигенная вещь для работы по полировке реально изумительно многие там писали попробую попробую я знаю про такие просто не могли найти в наличии покажи в каких они на каких пластинках на 8 штучек чуть больше евро до площадь 30 ну и медовьев меньше евро смысла меньше евро щас по 28 чуть больше чуть больше одного евро второй листочек на эту машину как бы то есть затраты на наждак не сильно чип-чип все тут больше делать нечего под мех и вперед теперь сразу давай по меху пройдемся у нас тут от тренированные на мазде связки по пастам в итоге у меня есть визор сейчас ко мне едет рупис была минзарна и 3м да и 3м получается что из крупных паст лучше всего себе показала минзарна 400 нежели звизор звизор это еще не самый крупный выработали почти всю банку и получается что ну вот это вот по крайней мере сынку она больше втащилась но она реально работает классно работаем мы ей на желтом мерковском овчине желтая овчина длинный довольно таки длинного что не знать каким-то пор что разделяется но не короткий да но по плоскостям по ровным это минзарновский белый силикатный кирпич офигенно выпаливает я вот крышу половинку прошел чисто чисто вот этим кругом ничего не осталось тут была одна крупная риска вот здесь я ее кругом уже пачковал потому что греет на не убирать мех лучше вырезает именно какие-то царапины но общий блеск от круга замечательный тут уточнить же ним сразу работать на его надо размочить чуть-чуть размочить потом вытряхнуть воду и вперед у круга поролонового преимущества он не сыпет вокруг себя вот эту пыль смеха пылюка летит хоть в маске работой все в этом мелким обрывки меха паста чуть-чуть разлетается по сторонам но мех деликатнее режет кругом поролоновым можно нафигачить дырдочку протереть вот так вот выглядела крыша она неплохая но она в мелкой мелкой паутинке и кое-где есть такие глубокие царапки непонятно такое ощущение что там с той стороны кто-то стакан поставил не не знаю это конечно не глубокое не видно на камеру вообще а так ну машина в нормальном состоянии не убитая но поработать и есть чем давай александр присоединяйся то я уже подустал блин каплю вот эти воды видно которые легли под базой прожжи прожрали просто лак насквозь очень хорошо их видно с ними к сожалению ничего не сделать смехом будешь ну давай буквально посмотрим тут в одно движение как она как она работает с этими точками рекомендую всем кто найдет такие листочки колокса берите не пожалеете только брать надо обязательно с брусочком с вот этим вот без него они по сути бесполезны ну как бесполезно не работают но на брусочке идеально работают ну кусок ворсцекла но все равно этот идеально ровный с идеальными углами ворсцекло может быть не с такими углами так по мелочи подкорректироваться приехала пол машины затерли в точечку карбон тоже вытачивал долго стоял на карбоне на этом я оставил спойлер чисто так показать на нем на карбоне были глубокие риски только пистолетом их там понаделали то ли непонятно чем которые пришлось точить дождаком 1500 им кто опять же кто подписан в инстаграм тот подки эти видят я выкладываю в процессе работы сахара заняется в принципе температуры в районе 40 45 мех сильно не греет но он реально классно вырезает без перегрева поролон чтобы сплавил ему нужно температуру подымать а подымая температуру на лаке его можно на торцах просто спалить готова можно протереть я тут заманом на карбоне не спалился на поролоне в одном месте я саня тут не дарил еще видно в самом желобе видишь и после меха хороший в принципе блеск надо этот вам подойдут понятно что мехом заканчивать нельзя полировку тем более на темных цветах санян переобулся на поролон реально на прямых участках хорошо греет и выплавляет но если не сильно прям критично глубокая а у меня тут вот еще обнаружилось сейчас протер его обезжирил обезжирь когда сохнет пропустил кратер один глубокий в процессе полировки она находится вот тут полировал сидел снизу двери нашел вот тоже надо будет сейчас заделать получается что когда делаешь осмотр машины вроде прошел все внимательно точненько протыкал прокопал а сидишь полируешь еще что-то обнаруживается с той стороны на уголочке тут носик пяткой кто-то шорхнул тоже надо сделать ну и так по мелочи по мелочи бродишь вокруг машины находишь всякие нюансы короче дело близилось к утру чем мы сделали не снимал не снимал не показывал все надо делать одновременно это клей двухкомпонент для пластика женя спасибо тебе огромное клей оказался очень вовремя кстати снято было все до аж канава расточено вот в том что трещины были которые облазили расточена канава вот это все было зарощено клеем за четыре прохода высушено хорошо перетерто тер с водой этот клей и теперь остается только подгрунтовать я буду сразу краситься то есть я подгрунтую из баллончика и буду если надо там что-то тирануть тирану и сразу буду окрашиваться и 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 хотите сейчас приколюха покажем саня вторую часть крыши полирует мехом а я с той стороны полировал только поролоном разница меха и поролона вот сюда смотрим что видим переход по лаку сейчас мы задаемся вопросом зачем он тут что они делали почему не всю крышу раз она она махонькая как бы четко видно здесь я полировал только поролон ничего нет но когда конкретно знаешь где он идет можно слегка просмотреть это это зная только зная так бы ну реально не увидишь вот в этой зоне но никакой четкой линии нету просто ну как бы так сказать видна какая-то проматовость даже больше риску видно которые они терли такая глубокая запиленная заглаженная но самого контура нет то есть мех активней взбодряет лак прямо его перемешивает что ли ну короче он активнее работает из-за этого лучше риски проплавляет с рисками работа у него лучше да то есть переход если взяли мех на переход вы его хрен сполируете во всем будет конечно виноват лак но это плохой материал неудачный и так далее так тут работа еще и уголь поэтому кончай ночевать бери пора ну я имею покажу ну давай да полирует так у нас тут процесс полировки я получил экспериментальные пасты это зефирка рутисовская и кварц вот это средне зернистая по поводу зефирки саня точит в принципе паста работает пахнет прикольно но шоу тебе то есть почти одинаковые получается тут бы ее знаешь на чем что не привезли точнее нету ни у кого нету ни у кого для нее синего круга адового именно который для нее идет вы чисто попробовать есть надо будет взять оставьте чуть-чуть пасты чтобы можно было и фибры нет ни у кого если она работает хорошо на фибры и просто она не намного дороже чем мензер на допустим но если толку никакого то зачем платить больше то есть эффекта если нету прям жуткого а тут час чего происходит тут можно отозрать или короче покажем туда крашек приоторву короче вот она видно ребята сделали тут переход не знать давно это было недавно но прикол какой начали полировать а у них база подходит к самому торцу сверху когда стоишь этого не видно она плачь прячется в заломе как только падаешь вниз на колени под машину начинаешь видеть четко переход по лак накрыт база накрытая лаком то есть переход заранее исполчены да они опустили базу на тот же уровень что и лак и получается в чем прикол мы не можем сейчас нормально тут вполироваться потому что мы тупо начинаем подымать этот переход и весь его отрывать сейчас его задрать чуть-чуть на грань выше и это все будет видно сверху когда становишься да по 3 подматовой пленкой этот потеряется вообще в края но такие приколы не исключены хотя изначально когда ходили вокруг машины этого вообще не было заметно точно также допустим перехода и на крышу такие нюансы они маленькие-маленькие а их хватает и можно напороться на но тут есть старинный но ох ёшка господи а что тут реально слышишь я видел только чуть-чуть с краю обалдеть а что это это как будто салфетка упала в лак я не знаю там такое ощущение что разум не но это реально то есть на лаке она крашеная то есть то есть украшены на лайки как будто чем-то мацаны то есть прямо-то раз и от свежака оторвали и ничего не делаю жесть но это это тоже не полируется также не полируется а ты делала удали на лампу попаду не полируется вот это тут прямо разрывы по лакокрасочным их их уже заполировали то есть это заточенная заточенные но не деланное то какие-то царапки были причем серьезные царапки да если тут уже под отдули всю дверь ладно мы в это не уникаем у нас там не было мы не можем сказать почему именно так было сделано но это не полируется тоже то есть вот такие уже моменты полировать невозможно и с этим надо быть осторожным то есть тут может только мягким кругом потом пройтись чисто дать полный блеск но мехом мехом и жесткими кругами такое не сделается также что я сегодня ночью по значком сделал это вот эту удочку она вся отлаченная есть кладисор мы не знаем буду ли его там убирать вообще потому что хотя можно чуть-чуть попробовать пищу будет лак ади ю пи пи сотый очень быстро вы собственно и порешал он и клей фольксвагеновский порешал вопрос с губой иначе я бы не сделал просто за ночь так запланировано было машину вот-вот уже отдавать казалось бы машина небольшая работа вроде и она неплохо выглядела работа вроде бы немного немного ну именно по объему сравнение допустим посад стоит да он больше в два раза по размеру но вот этих косяков которые надо их же надо вывести эти косяки поубирать они начинают доставлять некоторые хлопоты с переходом вчера колупался ты-то долго пока я губу делал да ты тут с переходом колупенился тяну тянется и тянется и тянется и оттягивается оттягивается на ореол там но это тоже мы не справим то есть поворот базы под лаком я еще сел присел раз то есть вверх я вытащил ну идеально тут все вытащено осталось только мягким кругом пройти полочка вот это все хорошо поставил лампу сбоку снизу началось это все заматовано это глубокие глубокие раны кого не в этом тоже много немного минут 15 перетирка это дело займет все и там 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 утягивает короче по времени сильно утягивает ну ничего не падаем духом пол второго ночи часть куча участия принимают все вообще надо сейчас подмывать на сухую не получится потому что уж очень много пасты на много жабер много пасты там короче надо 5 мойкой хоть и не глобальный любитель мойки после полировки приходится завтра отдаем на с утра поэтому она за ночь вся как раз вся вытечет с утра ее можно будет дотереть и выдать кистончики спецовые вот еще не помню где их покупал те которые в пластиковых обоймах которые не царапаются очень работаю вторая ночь с этим автомобилем тут конечно этих жаберах всех не камильфу еще блин еще подкапотник саня туда же стекает через все щели последнее приготовление подкапотничек надо стирать водой заляпываются окна как работает вот сначала ты вниз погналы зубы воздухом а завтра разотрем и все работает аппарат небольшой работает куча готова ласточка на третье утро в работе все доделано интересная работка получилась понравилось говорится получилось сделать все на улице еще все мелкие дотирочные работы опять пришлось взять шприц с краской потому что где-то там после дотирки уже именно на улице увидел там на торце вот здесь допустим то что в боксе не было видно под фонарями там где-то под порогом снизу то есть очень удобная вещь а вода вообще шикарно в этом работает мне прям понравилось моторка все очищено все подкрашено губежка сделано будет теперь держаться тут я в этом точно уверен что в том месте которое было разорвано и она все выдрано наглухо вот еще смотрите пропустил вот только тут увидел мелочь да а машину уже шесть раз вокруг обошел боксе на улице а все равно еще надо обойти а вот еще но это как бы мелочи даже но надо отдать ее красиво остается повесить номера в рамочках все получить повытер что на ночь машина помыта а культуре на в салоне все повыдували потому что так или иначе через мелкие щели в окнах когда было при открытой при полировке чуть-чуть подлетала закрываем все дела эти вешаем номера снимаем чехол и забираем чехол с руля все ох и солнце как раз вы смотрится великолепно пушка просто пушка красавица желаю всем таких работ и побольше приятно с такими машинами работать всем пока